В Костроме прошли празднования в честь Фёдоровской иконы Божьей Матери. Эта святыня на протяжении уже восьми веков является главной покровительницей края. Ежегодно в день её явления на Костромской земле совершается крестный ход, а праздничные богослужения начинаются в Богоявленской Анастасиином кафедральном соборе. Слово Евгению Соловьёву. Кафедральный собор весь в строительных лесах. Здесь идёт масштабная реставрация. Но это обстоятельство никоим образом не помешало в очередной раз сотням верующих отдать дань почтения и попросить заступничества главной святыни Костромской земли. Истории о чудесных исцелениях от образа Фёдоровской иконы известны по всей России. Она помогает в рождении, воспитании детей, делает каждую семью счастливой. Благодарность за это более 20 лет подряд от стен собора православные верующие совершают крестный ход. По окончании службы они собираются в ворот и далее направляются к храму Спаса на Запрудне. Именно здесь, в 13 веке, икона Божьей Матери с младенцем на руках и была явлена князю Василию. Он увидел её на ветвях сосны. На месте явления святыни была заложена обитель. Там, где явилась икона, сейчас алтарь церкви. По традиции, в день торжеств здесь совершается молебен. От Богемленска-Настасиного кафедрального собора до храма на Запрудне по кратчайшему расстоянию около 4 километров. И весь этот путь в 2012-м верующие проделали под проливным дождём. Непогода – это сущий пустяк на фоне той благодати, которая исходит от иконы, говорят участники крестного хода. Ради этого они готовы преодолевать тысячи километров. Для православного человека, конечно, это много. Это великая святыня, величайшая в православном мире. И мы её сегодня празднуем. Ну, этот праздник, по-моему, дорог всем костромничам, особенно верующим, особенно женщинам, потому что это, ну, Фёдоровская икона Божьей Матери, она не только покровительница кострому, но и женщин в особенности. Прошёл крестным ходом, вроде бы там, ну, мокрый, всё. Ну, в душе вот чувствуешь какое-то умиротворение, радость, какой-то подъём. Мы чувствуем, как-то она к нам ещё больше приблизилась. И надеемся, что она всё-таки поможет нам преодолеть путь к царству любви, славы нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. После службы икона Фёдоровской Божьей Матери осталась в стенах обители. Чтобы прикоснуться к ней и обрести благодатный покров, люди выстраиваются огромной очередью. И обратно, под своды Богоявленска-Настасиного кафедрального собора, святыня вернулась лишь после того, как к ней приложились все участники крестного хода. Субтитры создавал DimaTorzok